Настало время нам встретиться и поговорить о самом важном диагностическом методе, таком как визуальная диагностика. Почему она важна? Потому что когда мышца не имеет иннервации кровоснабжения лимфоотока, она не включается в движение, и она не болит. И чтобы найти ее, надо знать критерии ее растяжения, ее сниженного возбуждения, и в роль более поставить точный диагноз. Не просто поставить диагноз, а на расстоянии до того, как пациент еще не вошел в ваш кабинет, только по стуку ноги можно определить, что у человека имеется поражение. Пришло время, когда нам надо быстро, четко поставить диагностику, определить локализацию слабого мышц и сплетной системы. Это возможно только при помощи визуальной диагностики. Она быстро и четко поможет понять, что нарушено в статике, какой регион нарушен, какая мышца растянута. И тогда вы можете уже более быстро и эффективно определить мышечное тестирование мышц, которое необходимо. Особенно касается динамики, потому что, посмотрев на пациента при ходьбе, вы можете сказать, какая они работают мышцы, или экстензор, или абдуктор, или аддуктор, или флексор. И с каким органом это связано. Самое удивительное, что когда вы освоите визуальную диагностику, вам не надо спрашивать у пациента, где у него локализуется боль. Вы ему сами расскажете. Поэтому правильно, четко поставленный диагноз – это залог успеха. Это уже 50% эффективности проведенного лечения. И чем четче вы освоите визуальную диагностику, тем более эффективны вы будете. Но, к сожалению, очень мало специалистов визуальной диагностики, которые владеют филигранной этой технологией. И пока я еще рядом с вами, мне бы хотелось поделиться теми нюансами, скрупулезными знаниями, на котором уже более 40 лет, которые мы разрабатываем вместе с Изабелой Рудольфиной Шмидт, с профессором Коганомом Григорьевичем, получили 10 авторских свидетельств. И я готова эти знания вам отдать безгранично во всем влиянии. Мы будем избивать клинические случаи пациентов, визуальную диагностику, и каждому из вас ставить клинический диагноз. И вы будете удивлены, как можно эффективно и четко и быстро поставить диагноз, только посмотря на пациента. Это просто удивительно, насколько это облегчает работу. Даже когда я приглашаю на сцену модель для своей диагностики, я могу потом, как она выходит к сцене, могу сказать, это те мышцы нарушены или другие, другие или третьи. Мне очень хочется вам все эти знания передать, но для этого надо, чтобы вы приехали, чтобы я на вас лично показала. Только будьте добры, чтобы вы приехали в купальниках и плавках, чтобы мы могли более детально посмотреть каждого из вас. Потому что многие нарушения, которые вы лечите безуспешно в каком-то регионе, имеют совершенно глубинно другие нарушения. А их просто не видно, потому что мышцы, у которых потеряли иннервацию, кровоснабжение поток, просто не работают. Они просто растягивают, свисают, и вы просто не можете их определить, не зная хитрости, тонкости, нюансов, закономерности статической, динамической, неоптимальной статики и динамики. Буду рада вас видеть. Приезжайте. И мы вместе попытаемся не просто найти нарушения, но и создать те упражнения, которые позволят вам успешно, самостоятельно справиться с этими нарушениями. Приезжайте. Буду рада вас видеть.